Ноль часов, ноль минут. Молодая расплавленная Земля сталкивается с другой планетой, которая называется Тея. Образуется Луна. С полуночи до 4.30 утра планета и атмосфера меняются. Континенты сливаются, образуя суперконтиненты. Затем они снова разделяются. Это происходит каждые 400 миллионов лет, то есть по нашей шкале каждые два часа. 5.30 утра. В океане появляются первые одноклеточные организмы. В 8 утра у нас уже есть первые вирусы. К 11 утра фотосинтезирующим бактериям удалось поглотить достаточно солнечного света, чтобы наполнить атмосферу кислородом. На это уходит миллиард лет. По нашим часам это 6 часов. К 11.35 на Земле наступает первый ледниковый период. Даже океаны превращаются в лед. Не волнуйтесь, к полудню все растает. В час дня на планете возникают клетки с развивающимися внутренними органами. Через 3 часа они начнут разделяться на 3 группы, которые в конечном итоге станут грибами. Давайте перемотаем вперед, пока эти клетки переходят от простых форм жизни к сложным. В 19.20 появляется что-то знакомое – губки. В 19.55 на Земле начинается очередной ледниковый период. Однако уже через 2 минуты он заканчивается. В 8 вечера. Посмотрите в океан. В нем появляются первые грибневики. Примерно в полдевятого на Земле возникает озоновый слой. И всего за 2 минуты океан наполняется растениями. К 8.45 жизнь в море расцветает. Теперь в нем уже водятся медузы, которые плавают вокруг кораллов. На подходе морские звезды. В 8.52 на дне океана уже можно разглядеть какие-то следы. Там появились существа, которые ползают. В 9 часов 10 минут морские существа решают взглянуть на сушу поближе и начинают ее исследовать. Через 30 секунд появляются разнообразные животные и растения. Они мгновенно распространяются по всей планете. 9.41. Настало время первых насекомых. Они питаются недавно образовавшимися на суше растениями. Уже к 9.45 на мелководье появляются первые четвероногие животные. В 10 часов 10 минут эти четвероногие существа разделяются на группы, которые позже станут млекопитающими, рептилиями, птицами и динозаврами. В 10.30 все исчезает, происходит массовое вымирание. Дело либо в огромном астероиде, либо в чудовищном извержении вулкана. Выживает только 5% всех видов. 10.34. Наконец возникают динозавры. Первым был неясозавр. Но эксперты до сих пор не уверены, был ли он полноценным динозавром или переходной ступенью, так как от него мало что осталось. В 10.45 происходит еще одно массовое вымирание. Динозаврам удается его пережить, и они используют возможность распространиться по всему миру. Через 5 минут появляется тираннозавр. К 11 вечера над Европой летают первые птицы. В 11.15 млекопитающие разделяются на группы. Они разветвляются, образуя китов, слонов, броненосцев и приматов. В 11.17 динозавры наконец достигают своего полного размера. Самый большой из них – аргентинозавр. Длиной он примерно с 10 автобусов, а рост позволил бы ему спокойно заглядывать в окна седьмого этажа. В 11.26 в Землю ударяет гигантский астероид. Повсюду летает пыль и царит хаос. Через несколько секунд все проясняется, но динозавры уже исчезли. С исчезновением динозавров немногие оставшиеся млекопитающие начинают заново заселять планету. В половину 12 приматы разделяются на две группы, и одна из них превращается в обезьян, включая горилл. Позже из нее произойдут люди. В 23.58 появляются шимпанзе и бонобо. 11 часов 59 минут и 23 секунды в Африке появляются первые люди. Секунду спустя они расселяются по всей планете. Они не разговаривают, не умеют создавать инструменты и пользоваться ими. Это изменится лишь в 11 часов 59 минут и 58 секунд. За 2 секунды до конца дня, 100 тысяч лет назад, появляется наш сложный человеческий мир.